Жалобы химчан на работу городских служб стали главной темой, которую глава округа Дмитрий Волошин обсудил с руководителями ведомств на еженедельном общегородском совещании. Так, с начала ноября увеличилось число жалоб на квитанции по оплате за ЖКХ. Люди недовольны суммами, которые им выставили за отопление. Берите директора ЕРЦ сегодня, сажайте и разбирайтесь. Горшина 2, Бабакина 7, туда же вопрос. В чем проблема? Садитесь и разбирайтесь. С 1 по 10 дежурный от ЖКХ, чтобы сидел и разбирался. Поручаю посадить человека в ЕРЦ, прямо вовнутрь. В эти 10 дней оборудовать ему место стационарное рабочее. Пусть сидит и объясняет людям. И там на месте решать. На совещании подвели итоги программы губернатора народные тропы. Всего в Химках 20 стихийных протоптанных дорожек превратили в удобные благоустроенные пешеходные тропы. Их общая протяженность 2,5 километра. В планах в следующем году благоустроить еще 26 народных троп. Важная программа. Я считаю, что если людям удобно ходить в этом месте, то в этом месте надо делать дорожку. Тут так просто все. На совещании традиционно обсудили статистику по заболеваниям коронавирусной инфекцией. В Химках для больных развернули 711 коек. 90% уже заняты тяжелобольными пациентами. За минувшую неделю у 750 человек обнаружили вирус. По словам начальника управления социальных коммуникаций Татьяны Бекер, прививку от COVID-19 поставили 146 тысяч химчан. На борьбу с инфекцией вышли и коммунальщики. В Химках в период нерабочих дней продезинфицировали 156 остановок и 942 детских площадки. Во всех подъездах округа коммунальщики обязаны регулярно протирать поручни, домофоны, входные двери, почтовые ящики, лифты. Владельцы торговых точек обязаны систематически дезинфицировать свои магазины. Контроль за соблюдением профилактических мер ведет администрация города и надзорные органы МВД, Роспотребнадзор и Госжилинспекция. Продолжение следует...